У нас с вами сегодня должны были быть две галереи. Да, Тейт Бриттен и Тейт Модерн. Но дело в том, что я каким-то чудом, чем это случилось во сне, ночью, я вспомнил, что в этом году, 24-й год, 200 лет Национальной Лондонской Академии, она была основана в 1824 году, поэтому я решил, что мы все-таки по ней с вами тоже должны пробежать. Вообще я должен сказать, что весь этот цикл лекций этого года, он посвящен крупнейшим музейным собраниям Европы, о которых мы говорим. Для меня это важно, потому что я не имею сейчас возможности туда вырваться хотя бы на недельку, я в заложниках у родного государства, а очень хочется. Но при этом мы все это записываем и транслируем у нас на канале, поэтому наши с вами соотечественники, которые сейчас находятся в Европе, они имеют возможность, и это уже происходит, мне уже об этом пишут, они имеют возможность понимать, куда можно пойти и что, собственно говоря, можно посмотреть. Потому что вечная тема, вот как недавно мне девочка из Миланы написала, Костя, что делать, куда пойти? Думаю, боже мой, у человека проблемы в Милане, куда пойти? Итак, мы с вами сейчас в Лондоне, и вот как бы я специально отобрал вот эту вот чудесную фотку, которая как бы в таком вот развернутом таком положении нам в панорамном показывает Трафальгардскую площадь. Это самый центр, это район Вестминстер. Здесь находится знаменитый перекресток Чаринг-Кросс, который раньше был перекрестком, это именно вот было как бы крест. Сейчас это такая пятиконечная звезда, от этой пятиконечной звезды отходят, наверное, две самые известные лондонские улицы. Одна из них, The Mall, ведет к монументу пафосному королевы Виктории, за которым прячется Букингемский дворец, а вторая, Уайт-Холл, ведет к сейчас башне Елизаветы, если не ошибаюсь, была башня Виктории, к парламентскому дворцу, парламентскому мосту и, естественно, Вестминстерскому аббатству. Кстати, улица Уайт-Холл – это единственное, что осталось от огромного, гигантского просто здания Уайт-Холлского дворца, который до середины 17 века был самым вообще крупным жилым помещением Европы, то есть большего по размеру, большей резиденции просто в Европе не существовало. И вот как раз Чаринг-Кросс – это как бы такой пупочек на пузе Трафальгардской площади, то есть мы с вами стоим практически вот как раз на нем, а за ним находится Трафальгардская площадь, естественно, с Трафальгардской колонной, потому что Трафальгард, потому что Горацио Нельсон, адмирал, который победил в этой битве, это была первая победа крупная над Наполеоном, когда Англия поняла, что и с Наполеоном можно тоже работать. И вот там вы видите здание Британской национальной галереи с вот этим вот куполом. Это здание на самом деле появляется только лишь в 19 веке, в второй половине 19 века, а в самом начале своей истории галерея вообще ютилась в домике ее, не могу сказать основателя, но, скажем так, человека, благодаря которому она возникла, которого я вам сейчас и покажу. А, нет, еще не покажу, еще не покажу. Здесь, на этой площади Трафальгардской, там интересно то, что там есть четыре похожих достаточно постамента, три из которых заняты. То есть там стоят памятники. На одном стоит Георг IV, два другие заняты английскими военачальниками. А вот так называемый IV постамент, вот вы его видите, он пустует. Он пустует, потому что на нем выставляют уже произведения искусства нашего с вами века. И там достаточно часто меняется эта экспозиция. Вот этот синий петух, Кэтрин Фресч, извините, которую я очень люблю. Как бы я не смог отказаться от того, чтобы вам его показать, потому что я, извините, петух по китайскому гороскопу, поэтому для меня это как бы особенно приятно. Ну и давайте, наконец, пойдем к этому чудесному человеку. Это Джон Джулиус Ангерштайн. Очень интересная ситуация с этим человеком. Он сын английского лондонского банкира с достаточно привычной английской фамилией Томпсон. То есть все очень банально. Томпсон. Почему он Ангерштайн, как бы, немецкая фамилия, я, честно говоря, не очень знаю. Но тут важно вот что. Семейное предание Ангерштайнов, и он сам утверждал, что он внебрачный ребенок, как бы, своего отца Томпсона. А матерью у него знаете кто? Она одно время была курлянской герцогиней. Вообще она дочь Ивана V, московского царя, который одно время был соправителем Петра I. Он как бы сын императрицы Анны Иоанновны, который родился в Петербурге в 1735 году. Я, как человек, который неплохо знает историю, как бы, и все шашни, которые были при разных дворах, особенно XVIII века, у меня один вопрос. Как герцог Эрнст Йоган Берон допустил, чтобы императрица Анна Иоанновна изменила ему с каким-то там банкиром Томпсоном? Я, честно говоря, с большим трудом себе это представляю, поэтому, скорее всего, это легенда, которая возникла в семействе Ангерштайнов, потому что мальчику нужно было как-то пробиваться в люди. И в люди он пробился, потому что он всю свою, в принципе, сознательную жизнь работал на фондовом рынке и особенно преуспел в таком деле, которое мы с вами сегодня знаем, как страхованием. Вот с этим у него было все хорошо. И он собрал неплохую коллекцию живописи, достаточно достойную коллекцию, 38 картин. Причем это были художники, скажем так, первого ряда, например, такие как Рембрандт, скажем, как Веласкес. То есть у него был неплохой вкус, у него были деньги, у него была эта возможность. И вот этот вот портрет Ангерштайна, это прижизненный портрет, который ему пишет никто-нибудь, ему пишет этот портрет президент Королевской академии художеств Джошуа Рейнольдс, который в это время, в принципе, живописец номер один в Англии, как он считал сам Рейнольдс. Это не совсем так, мы с вами сегодня в этом убедимся. И Рейнольдс нам пишет этого человека, он пишет его в костюме эпохи, это начало 17 века, это, скажем так, тогда это называлось подголландцев. Почему подголландцев? Понимаете, в чем штука? В Англии до, ну, чуть ли не второй половины 17 века очень хорошо, допустим, с драматургами и композиторами. Из композиторов Генри Пёрсилл, которого слушать не переслушать, из драматургов Кит Марлоу, Бен Джонсон, Шекспир, конечно же, Джон Дон, то есть весь цвет английской литературы. А с художниками все очень плохо. И все очень слабенько. И, как правило, английский двор приглашает себе художников или из Испании, что крайне редко, конечно, но бывает, или из Франции, или из Голландии, что чаще всего. Из Голландии был Мор, прекрасный, который писал портреты Тюдоров. Потом из Голландии приехал Ян Ван Дейк, который писал вот в этом стиле и вот в этих костюмах. И вот под Ван Дейка нам пишут вот этот портрет и вот этот молодой человек здесь как раз в эпичном костюме начала XVII века, как бы показывая преемственность венгликой английской живописи от тех голландцев, с которых, собственно говоря, это все и началось. Ну и давайте немножко прогуляемся по национальной галерее. Я сразу должен сказать, что неплохая коллекция тричента и квадрачента итальянского, есть даже джоты. Но я не стал останавливаться на этом периоде, на этих художниках, потому что мы с вами просто в них утонем. Поэтому я, конечно, выбирал самое-самое важное, интересное, что мне хотелось бы вам показать. И в данном случае это Ян Ван Эйк. Не путайте с Дейком. Ян Ван Эйк – это у нас самое начало XV века. Картина, которую вы видите, это примерно 1430-1433 год. Это так называемая «Чета Арнольфини». Одна из самых загадочных работ, которые вообще существуют в мировой живописи. Самое интересное в ней вот что. В это время итальянское искусство, итальянская живопись оперирует исключительно темперой. Что такое темпера? Темпера – это мы с вами взяли камушек какой-нибудь, растерли его в пыль, смешали его с яичным желтком и получили красочку. Красочка замечательная тем, что писать ею можно, разводя ее просто водой. И она хороша, опять же, тем, что она быстро сохнет. То есть написал, к вечеру уже высохла, уже можно в раму и дарить или продавать. А вот братья Ван Эйки, у Яна Ван Эйки, Ван Эйка был старший брат Губерт, который умер достаточно молодым, но знаменитый генский алтарь они якобы писали вместе. Но у нас от старшего Эйка практически ничего нет, кроме упоминания о нем, которое как бы есть благодаря, опять же, его младшему брату. Так вот, братья Эйки пишут маслом. А что такое масляная краска? А это точно так же. Мы взяли пигмент, то есть тот самый минерал, который растерт в порошочек, но этот минерал уже смешивают с льняным маслом, очень долго перетирают, получают масляную краску. И масляная краска интересна тем, что, во-первых, ею можно писать так называемыми лессировками, накладывая слой на слой, получая глубину цвета. Это очень красиво. Цвет, который как бы светится изнутри, а сверху покрыт каким-то таким странным перламутром. Это все еще под слоем лака, потому что лаком часто разводили краску, а потом покрывали лаком картины. И, конечно же, это прекрасно и долго сохраняется. Плохо только одно – долго сохнет. Здесь надо было выдерживать технологию. Здесь нужно было нанести один слой, как бы прокрасить по всей картине, подождать, пока она высохнет. А подождать надо, ну, чтобы вам не соврать, 2-3 недели. Потом пройтись вторым слоем, опять подождать 2-3 недели. Поэтому, собственно говоря, масляная живопись классической технологии, она пишется долго. Поэтому, когда нам там говорят, что Карл Павлович Брюлов последний день Помпеи писал 10 лет, кстати, не верьте, меньше он его писал, то, в принципе, похоже на правду. Потому что, действительно, он пользовался именно вот этой техникой, и нужно было дождаться, когда все слои правильно высохнут. Зачем это нужно? Чем лучше мы выдерживаем технику, тем дольше картина сохраняется. Она не покрывается кракелюрами, вот этими трещинками, которые мы все с вами хорошо знаем. Поэтому, кстати, вот эта вот масляная живопись, она очень неплохо сукла и не сохранилась до наших времен. Она потемнела, но потемнела она из-за лака. Ну, кто так и. Итак, про что это кино? История спорит. С одной стороны, есть версия о том, что это портрет молодоженов. С другой стороны, здесь есть версия о том, что это портрет, который написан уже после смерти девушки, которая здесь изображена. Она, по всей видимости, умерла достаточно молодой. Но здесь прекрасно вот что. Здесь как бы вы не увидите на этой картинке, но если, допустим, вам захочется после нашей с вами встречи открыть в хорошем разрешении на нее посмотреть, она есть в гугле в хорошем разрешении, вот там зеркало, вот в глубине, вот там вот за люстрой на стене висит зеркало. В этом зеркале есть два отражения. Скорее всего, мужчины и женщины. И у меня есть, это уже как бы такое, мое личное открытие, скажем так. У меня есть такое подозрение, что эти мужчины и женщины, это сам Ян Ван Эйк и его жена. Кстати, у него были прекрасные отношения с женой, тут редкий случай, когда художнику повезло в жизни, она его, по всей видимости, не пилила. Они были счастливы, он удачно работал. Работал он, кстати, в основном на Филиппа Доброго и герцога Бургундского, потому что тогда это было единственное, единое государство, в котором он работал. Я думаю, что когда он закончил эту картину, он, скорее всего, пригласил свою жену и сказал, Кэтрин, иди сюда, я тебе сейчас что-то покажу. Он открыл занавеску, там стоит читар на Альфине, она говорит, боже, какая красота, как здесь все чудесно, как здесь красиво, какая люстра, какое окошко, собачка. Опять же, здесь на каждый квадратный сантиметр натыканы символы, которые все что-то значат, потому что, ну, собачка, понятно, символ верности. Здесь парадная кровать. Эти парадные кровати, надо сказать, в Голландии, они были в каждом уважающем себя доме, на этих кроватях не спали. И вообще в этой комнате не жили, как правило. Эта комната, эти апартаменты, это кровать, которую показывали. То есть пришли в гости люди, и вот вы посмотрите, какая у нас кровать, 8 перин, 15 подушек, все это под каким-нибудь обязательно знакомо нам, это тоже. Мы тоже знаем, где такое показывают. Это во-первых. А во-вторых, жена оценила все это, да, и там зеркало. И представляете, его жена говорит, Ланейку говорит, слушай, там в зеркале мы. А он говорит, ага. Там мы. Поэтому, конечно, это совершенно удивительная вещь. И вообще я считаю, что это такой вот гимн хорошей семьи. Это Джованни Беллини. Джованни Беллини очень люблю, потому что это целая династия Беллини. Это венецианская школа. Теперь мы с вами вообще в Италии, чтобы вы понимали. Венецианская школа совершенно удивительная. Она родит, наверное, самых важных титанов 16 века, как мне кажется. То есть во всей Италии царит маньеризм, а в это время в Италии два великих монстра, два великих титана, на которых, в принципе, держится мировое искусство. Если бы не они, то 16 веком вообще можно было бы не заниматься. Но пока они пришли, вот до этого времени, в Венеции царят Беллини. Их как бы целая династия. Во-первых, сначала папа, потом его дети. И вот Джованни, как бы это уже младшее поколение дома Беллини. И он, наверное, самый великий, самый интересный, самый потрясающий, потому что уже люди как люди, уже ткани как ткани. Уже он владеет масляной живопись. И в Италию в это время приходит масляная живопись. И так интересно, итальянцы сначала, ну, чтобы вы понимали, да, в Италии в это время все, что приезжает в Италию из Голландии, то есть все картины художников, это тот грандиозный, это как джинсы в 80-е годы в Советском Союзе. То есть это непререкаемо. То есть из Голландии это тот импорт, за которым итальянцы готовы были стоять в очередях и вообще рвать друг друга в клочья, потому что это масло. Как писали маслом было непонятно, но в результате итальянцы как-то все-таки с этим разобрались. И Беллини это уже те ребята, которые начинают работать в смешанной технике. Они немножко проходят темперой, вот той самой яичной красочкой, а потом еще работают маслом. Поэтому Леонардо де Винчи далеко не первый художник, который стал работать в масляной технике. А я вам показываю портрет Дорджа, Дожа Леонардо Лоредано, портрет у Беллини. Одна из самых прекрасных, наверное, портретных вещей, которые есть в Национальной галерее. Да, и должен вам сразу сказать, что при Лондонской Национальной галерее есть портретная галерея, которую, если вы в Лондоне, если вы пошли в Национальную галерею, то, чтобы два раза не вставать, идите сразу и в портретную галерею. Но мы с вами сегодня туда не пойдем, потому что там исключительно английский портрет. А английское искусство у нас с вами сегодня будет в галерее Тейт. Ну и как же без него? Какая же свадьба без Баяна? Конечно же, Леонардо да Винчи. Музей не является окончательным и бесповоротным, если в нем нет Леонардо да Винчи. В Лондонской Национальной галереи Леонардо да Винчи есть но. Понимаете, в чем штука? Мадонна в гроте, вот этот сюжет, он существует в двух экземплярах. Более законченный и более совершенный, как считают французы, находится в Лувре. Более ранний и более аутентичный, как считают англичане, находится в Национальной галерее. Скорее всего, эта работа не дописана. Скорее всего, она не закончена. Дело в том, что Леонардо Петрович да Винчи, он отличался тем, что он брался за многочисленные работы и, как правило, их не завершал. Бросал в тот момент, когда для него становилось понятно, что он знает, как это закончить. Но раз знает, то уже и неинтересно. И если он там что-то и заканчивал, то это как бы единичные вещи на самом-то деле. Я, как бы, опять же, чтобы два раза не вставать, хочу сказать, что его очень часто ругают за его фреску «Тайная вечеря» в церкви Санта Мария д'Ла Грация, в монастыре, точнее, в Милане, которая как бы темнеет, которая как бы, он писал ее с нарушением технологии, с нарушением всех правил. Вы знаете, так интересно, эта церковь на самом деле, что она только не пережила. То есть, во-первых, она пережила самого Леонардо, который это все написал. Но потом она пережила своих монахов, которые в какой-то момент решили, что вот именно там, на этой стене, где эта фреска, вот именно там надо продолбить дверь, потому что очень удобно входить в трапезную. И они стали долбить там дверь. То есть, ну, как вы понимаете, стена не рада была этому событию, и штукатурка, по которой писал Леонардо, тоже. Кроме всего прочего, военные действия, которые там происходили, когда эту церковь разваляли вообще в щен, причем, что интересно, вы знаете, осталась только эта стена с этой фреской. Как бы это тоже не проходит зря. Поэтому, конечно же, с ней большие проблемы. Но вот Леонардо пишет вот именно так. И мы здесь с вами можем видеть момент технологии. Потому что, если вы присмотритесь, вот видите, как бы лица всех, вот лицо Мадонны, лицо... Кстати, ну давайте немножко про то, про что это кино. Богородица, понятное дело, да. Здесь у нас Иисус, вот он, он сидит на руках практически у ангела. Это ангел Гавриил. А вот это вот Иоанн Креститель, юный. Они потом встретятся много позже, когда Христос вернется из Индии, как вы знаете, и в реках Иордан Иоанн Креститель будет его крестить. Но здесь абсолютно все лица, они пока еще прописаны монохромно. Дело в том, что технология состояла в том, что сначала белилами художник покрывал абсолютно все те места, куда попадает свет. А потом уже он это все забивал цветом. То есть вот наслоение красочек, лессировочки, они давали вот эту вот глубину. И почему я говорю, что он не дописал? Потому что вот они остались такие вот именно белильные, они черно-белые практически. Вот все остальное прописал, и то, скорее всего, не он. Скорее всего, какой-нибудь Бальтрафио, его ученик, я имею в виду. То есть здесь, вообще, когда была экспертиза этой вещи, то здесь нашли минимум пять разных рук. Одна из которых, конечно же, Леонардо. Но, тем не менее, национальная галерея Леонардо есть, и мы ее с этим поздравляем. Ну и, конечно же, Ганс Гальбейн. Младшие послы, у нас была большая лекция именно по Гальбейну, именно по послам, и на канале она есть, ее можно посмотреть. Она, конечно, совершенно прекрасна. Гальбейн – это магический гиперреализм, как я это называю. И здесь, как бы, во всем вот этом важно понимать вот, что. Вот вы видите вот эту штучку. Это так называемый анаморфоз. Эта вещь должна была висеть на лестнице. На лестнице, в покоях вот этого человека. И сценография заключалась в чем? Мы поднимаемся по лестнице, доходим до лестничной площадки, это такой пролет. Висит вот эта вот картина, висит два этих французских посла, которые приехали к английскому двору, к Генриху VIII, со всеми вот этими подарками. Здесь очень много всяких загадок, ключей, разгадок. Это все такая очень сложная эпоха, когда Генрих VIII разводится со своей женой Катариной Арагонской, потому что он хочет жениться на Анне Болейн, которую он потом казнит. Но французские послы, они этому содействуют, их все это вполне устраивает, в принципе, потому что, опять же, контр с Испанией, потому что геополитика и так далее. Дальше человек поворачивает и идет по лестнице дальше. Но он что-то такое на этой картине видел. и ему хочется обернуться посмотреть, что же он там увидел. А он в это время находится примерно вот здесь. И вот как раз отсюда он понимает, что это череп. Что такое череп? Моментом море, помни о смерти. Это вот такая шутка, зашифрованная в этой картине великим Гальберием. Вещь потрясающая, необыкновенная. Конечно, надо смотреть в оригинале. А это Рафаэль, потому что опять же эпоха высокого возрождения это четыре художника, которые вошли в историю искусства просто под своими именами, как монархи. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Рафаэля и Тициана мы с вами сегодня увидим. Вот Рафаэль. Рафаэль один из них, причем очень интересный парень, я считаю, до конца не разгаданный, как бы им еще заниматься и заниматься, потому что когда мы смотрим ретроспективно на его творчество, начинал он вообще с работ, за которые хочется просто взять и отбить руки. То есть ни рисовать не может, ни писать не может, ничего не может. Потом в его жизни появляется Микеланджело, у которого он очень много чего подсматривает, очень много чего срисовывает. У меня, кстати, по этому поводу Рафаэля уже начались контры с некоторыми итальянскими коллегами, которые мне уже начинают пишеть, что все вы врете про нашего Рафаэля, все не так. Ну, возможно. Но на самом деле я понимаю, что только лишь-то когда перед его глазами появляются работы Микеланджело, перед глазами Рафаэля, Рафаэль резко меняется. Ну, и это уже такой зрелый Рафаэль, который нам с вами пишет папу Юлия Второго, который в конце своей жизни уже, в конце своего понтификата уже огорчен всеми этими проблемами, с которыми столкнулась папская область. И он первый папа, который отращивает бороду и говорит о том, что я ее сбрею только тогда, когда эти проблемы разрешатся. Ну, проблемы разрешились значительно позже, а он так и умер со своей бородой. Но, тем не менее, это первый вот такой вот сидячий портрет папы. И этот портрет, этот канон изобретает нам с вами Рафаэль Санти. А вот он Тициан. Это история Дианы и Актеона. Актеон это такой как бы, ну, вот, понимаете, в чем штука? Простой парень, простой охотник, да, ходил охотиться, случайно набрел на Диану она же Артемида, которая со своими подружками там плескалась в ручье, купалась, мылась, заметил ее обнаженной и богиня обиделась. А дело в том, что в Древней Греции, которая отличалась невероятным как бы, невероятным пристрастием к самым шариатным правилам, как я бы сказал, да, вот мальчики могли все, ходить голыми, например, да, а девочки нет, только одетые. И девочку можно было видеть только одетую, голую ни в коем случае. А вот Актеон увидел Артемиду, она же, она же Диана, обнаженную, как бы, она на него очень сильно обиделась, поэтому, что она сделала? Она, ну, месть же подают холодный, правильно, она выждала определенное время и когда в очередной раз Актеон со своими охоту, она его выследила, заколдовала его, он превратился в оленя и его затравили его же собственные собаки. Кстати, одна из самых прекрасных композиций, скульптурных, правда, на эту тему находится под Неаполем. Под Неаполем есть королевский дворец неаполитанских королей, который называется Казерта, построенный в середине 18 века и сразу за ним начинается, это даже не парк, это такая пятикилометровая анфилада, очень красивая. Если вы доходите до ее финала, то там в самом конце там необыкновенно красивый водопад, который течет прямо с горы, этот водопад течет в бассейн, а в этом бассейне Актеон, перерождающийся в чуть не сказал в тюлене, в оленя на него, значит, нападают вот эти собаки, это все из мрамора, это очень красиво. Я в свое время прошел эти пять километров и совершенно не жалею об этом. Поэтому, если вы где-то там в Неаполе, обязательно съездите в Козырту, поезда отходят с площади Гарибальди, если не ошибаюсь, 10 евро билет, ехать минут 50, не больше. Вот, собственно говоря, что здесь происходит. Почему я вам показываю Тициана? А я вам Тициана показываю, потому что этот дед, он пишет эту картину в возрасте примерно 80 лет. Он лет за 20 до своей смерти в письме испанскому королю Филиппу II, намекая, что неплохо бы рассчитаться по долгам, которые Филипп II ему задолжал за картину, он ему пишет, что вы знаете, мне вот уже скоро 90. И вот он очень часто спекулировал как бы на эту тему, на тему своего возраста, поэтому до сих пор никто не знает. Вот он умер в 80 лет, в 90, в 100, в 110. Ну, Филипп II испанский его вообще, по всей видимости, считал ровесником про отца Авраама. Но этот человек пишет нам с вами практически метлой. То есть это не тот случай, когда очень многие наши люди далеки от искусства, ну, просто которые как бы, люди имеют право быть далекими от искусства. Они подходят к картинам, я не знаю, того же Рафаэля, того же Леонардо, художников вообще 16 века, художников начала 17 века, тот же Ван Дейк. Кстати, Ван Дейк был Антонис, я, по-моему, сказал Ян. Извините, ошибочка вышла. Так вот, они всматриваются в эту живопись и говорят, боже, как они это делали? Ни одного мазка не видно. Для многих людей, вот как бы, зрителей живописи, им кажется, что вот отсутствие мазка в живописи, это, ну, какая-то совершенно невероятная, невероятная достоинство этой живописи. Сам первый, кто вообще на это наплевал, как бы, и начал делать все для того, чтобы мы с вами видели все мазки, для того, чтобы мы четко с вами видели энергию его кисти, которая пляшет по холсту. И его хороший друг Пьетро Ареттино, портрет которого он написал в таком стиле, а Пьетро Ареттино у нас чуть ли не отец журналистики, человек, которого боялась вся Европа, потому что он мог написать такие памфлеты, что с французским королем после его памфлетов вообще могли несколько лет никто не разговаривать. То есть переписка умирала, потому что все говорили, боже, этот человек, его репутация ниже Плинтуса. Вы читали, что Ареттино про него написал. То есть Ареттино все боялись. И вот Ареттино после такого портрета, который написал ему Тициан, он пишет в своих дневниках, что, наверное, я мало заплатил. Как-то мастер не сильно постарался, как бы все мазки вижу. А на самом-то деле как бы Тициан смотрел вперед. Тициан смотрел в 20-е век и понимал, что мы сегодня будем ценить именно вот это. Мы хотим видеть энергию, которую вкладывает художник в свою работу, а не бесконечное мазюканье по холсту, где мы не видим никого, кроме лессировок и ничего, кроме лессировок, которые там есть. Это потрясающие Веронезы. Веронезы вам показываю, потому что это художник, который незаслуженно обижен в Лувре. Сейчас буду жаловаться вам на Лувр и по поводу Веронезы. Про Лувр мы будем, кстати, говорить в этом году. Вы идете в салон Каре в Лувре. Самое знаменитое помещение в этом замке, потому что там висит Мона Лиза Джоконда. Ну или постер Мона Лизы Джоконды. Кто что говорит? Не факт, что это она. Потому что ее оттуда украли. Французы люди нормальные, они, скорее всего, я так думаю, они ее спрятали. Там висит постер на фоне... А вы же знаете, как все сейчас смотрят Джоконду? Недавно одна знакомая пошла в Лувр и говорит, ты знаешь, я чувствовала себя идиоткой. Я стою и просто своими глазами на нее смотрю. А все на нее смотрят через телефон. Может, это правильно? Так вот, с другой стороны, есть в этом и хорошее. Потому что вот там висит Джоконда, а вот тут на вот этой стене у нас в Лувре в этой же комнате висит брак в Кане Галилейской. Его же, Веронезе. роскошная вещь, потрясающая. И, наверное, только лишь благодаря тому, что все там селфятся, эту картину замечают. Потому что, когда я там был первый раз много лет назад, когда-то еще как бы никто не делал селфи, все стояли спиной к бедному Веронезе, как бы все смотрели туда, все говорили, боже, как она хороша, какая она потрясающая. Это Джоконда, хотя она там далеко, за стеклом, как бы темная, мутная, ее почти не видно. А Веронезе там совершенно прекрасен. А в, чуть не сказал, в Берлинской, в Лондонской национальной галерее висит семья Дария Третьего перед Александром Македонским. Это тот эпизод истории Александра Великого, когда он берет в Вавилон, и в Вавилоне он, в его плен попадает вся семья Дария Третьего. Его мать, его дочь, его жена статира, и его дочь статира. И, кстати говоря, статира младшая станет женой Александра Македонского. Он здесь со своим другом и любовником Гефестионом, к которому статира старшая обращается как к Александру. Все македонцы смеются, как смешно, как будто у них у всех бейджики написаны, кто Александр, кто Гефестион. И Александр в этот момент говорит, ничего страшного, ты не ошиблась, он тоже Александр, ну и так далее. Огромная вещь, и, конечно, Паоло Веронезе совершенно прекрасен. В этих композициях ему вообще большой метр ему удается. Эль Греко, который на самом деле Доменико Теата Копулос, который родом с Крита, который вообще православный грек, который начинал свое творчество с икон, иконографической иконописи, извините за тавтологию, потом он попадает в Венецию. Дело в том, что Крит это венецианская территория в это время, он попадает в Венецию, в Венецию он, ну, якобы оказывается в мастерской Тициана, там он себе ломает руку на европейский манер, начинает писать в европейском стиле, в конце концов попадает в Испанию, в Толедо, очень хочет работать при мадридском дворе, и вообще понимает, что он гений. Он гений, он художник номер раз, он пытается устроиться в Эскориал, но тогдашнее Эскориальское начальство, оно не догоняется вот эту вот живопись, и поэтому он остается в Толедо, и там находит свое счастье. И в Толедо было создано все лучшее, что сделал Эль Грекко, и до сих пор в церкви Сан-Таме в Толедо находится его знаменитая вещь похороны графа Аргаса, ну, точнее, говоря, Синьора Аргаса, Аргасный граф, к сожалению, там фотографировать нельзя, картина эта никуда не перемещается, она прикреплена к стене, это посмотреть можно там, ну, а в Национальной галерее в Лондоне находится изгнание торгующих из храма, тот случай, когда я больше всего на свете я люблю этот эпизод из жизни Христа, потому что вот он везде такой благостный, везде такой хороший, а вот там вот он приходит в храм и понимает, что достали, и он начинает просто изгонять всех тех, кто в доме отца моего устроил вертеп разбойничать, в данном случае, конечно, это цитата. В Национальной галерее есть Караваджо, Караваджо, он на самом деле, фамилия его Меризи, Караваджо это его прозвище, потому что в Италии в это время обычное дело, то есть если ты из Вероны, то ты Веронеза, если ты из поселочка Караваджо, то ты Караваджо, и никого не интересует, что ты Меризи, вот нам больше делать нечего, как запоминать, как тебя зовут на самом деле. Караваджо здесь совсем молоденький, Караваджо все знают, все любят, все наши барышни с уклоном в интеллигентность говорят, ах, Караваджо, я так люблю Караваджо, говорю, за что? Ну как, это же Караваджо. Да, фамилия звучит потрясающе для нашего уха, как бы мы реагируем на звуки. Но на самом деле Караваджо действительно очень интересный художник. Караваджо принес в живопись то, что мы с вами сегодня называем Киарус Куру, то есть тень и свет. Благодаря этому контрасту он создавал потрясающие композиции. Как композитор он невероятный совершенно. Художник чудесный, живописец прекрасный, ужасный рисовальщик, ужасный. То, как он сломал Марио Минити своему другу, которого он написал здесь, вот это вот плечо и ключицу надо быть совершенно бесчеловечным человеком. Здесь это все очень плохо, с рисунком у него все очень плохо, с пальцами очень плохо. Посмотрите вот на ту руку. В Харьковском художественном училище его оставили бы на второй год, на втором курсе. Он бы не сдал семестр. Но с живописью все хорошо. Самое красивое место вот оно, вот эта вазочка. Про что это кино? Здесь, ну, плохо вида, наверное, здесь его кусает ящерица за пальчик. Надо отдать должное Караваджо, это тот человек, который в искусство пришел с желанием показать то, как оно есть на самом деле все в жизни, а не то, как вам представляют это все эти ваши Беллини, Леонардо, Микеланджело. То есть, если человека кусает ящерица, человек начинает гримасничать. И вот эти вот гримасы Караваджо просто обожает. У него есть работа, которая называется «Медуза Гаргона». Медузу Гаргону ему заказали. Это голова Медузы, написанная на холсте. То есть, она тоже, она оскаливается. У нее вот эти вот, вы же помните, у нее вместо волос у нее змеи. То есть, они вот так вот там шипят. И это все нужно было натянуть на щит человека, который участвовал в рыцарском турнире. На щит это натянули, он выехал на рыцарский турнир, чтобы вы понимали, обомлили все. Под лавки полезли абсолютно все, кто видел этот щит. Его противник, этого человека, который должен был участвовать в турнире, отказался, сошел с дистанции, сказал, я не буду, я боюсь этого щита. То есть, человек, который действительно творил великие иллюзии, его за это все очень сильно любили. Ну, а здесь он нам пишет вот такого вот Марио Минити, своего друга, который, кстати, стал основателем очень интересной сицилийской школы художников, но есть версия, что на самом деле это никакой не Марио Минити, а это сам Караваджо. Вообще, они были очень похожи, на самом деле. А это отец наш Рембрандт, великий Хармон Сванрейн. Причем, Рембрандт здесь, он повторяет знаменитый портрет Тициана, который называется «Мужчина в синем». Этот «Мужчина в синем» он тоже вот так вот, значит, с рукой, огромный красивый рукав, но, правда, в другую сторону. А, нет, в эту же сторону, да. Но он там без шляпы. На Рембрандта произвели впечатление эти портреты Тициана такого рода, а он их насмотрелся, потому что это золотой век Голландии. Это та эпоха, когда в Голландии уже каждый уважающий себя человек, как бы человек среднего класса, который, не бог весь что зарабатывает, но все-таки у него маленький домик, он хочет свое жилище украшать чем-нибудь красивым. Поэтому у художников в Голландии в это время работы очень-очень много. И Рембрандт, он среди них художник номер один. Чтобы вы понимали, в Амстердаме в это время работают две с половиной тысячи художников. Это дофига. И у них у всех было очень много работы. А Рембрандт в этот период, вот он нам и пишет себя как бы вот таким вот успешным, нужным, желанным художником. Вообще он был социопатом. И он здесь пишет, и он чаще всего, кстати, на своих портретах пишет себя таким, каким бы он хотел быть, но которым он никогда не был. Но при этом это эпоха, когда он женится на своей любимой Саске Элленбюрг, когда он покупает за 13 тысяч гульденов дом в достаточно уважаемом районе в Амстердаме, за который он платит 4 тысячи, а остальное потом когда-нибудь. И так и не рассчитался, кстати. Это золотые годы Рембрандта. У нас тоже была в этих же стенах прекрасная лекция о Рембрандте. Боже, я сейчас себя похвалил. У нас была прекрасная лекция о Рембрандте, где я говорю о том, что есть известный анекдот о том, что Рембрандт, сначала все было хорошо, потом он потерял все после так называемого ночного дозора, который вообще не ночной, ни секундочки. закончил свою жизнь в злыднях и в нищете. Дай Бог всем такую нищету. Потому что в принципе, да, он переехал всего лишь навсего из своего огромного четырехэтажного дома, за который он не рассчитался, просто в большие удобные апартаменты в более спокойном районе Амстердама. Не более там. Ну и моя большая любовь. Я не скрываю, что Диего Веласкес один из своих самых больших самых любимых художников. И в девятнадцатом году я поехал в Мадрид только ради него, для того, чтобы посмотреть на него в Прадо. В Прадо в Мадриде его очень много, поэтому если вы сейчас в Мадриде, то просто бегите в Прадо. А в Прадо можно заниматься моим любимым видом спорта. В Прадо нельзя фотографировать. Поэтому если вы тоже любите этот вид спорта, вы будете там снимать абсолютно все, как делал я, кого ругали абсолютно все служители этого музея, но мне это не помешало сделать кучу фотографий. А это Венера перед зеркалом. И Венеру перед зеркалом писали очень многие, но здесь важно вот что. Веласкес первый испанский художник, который пишет обнаженную женщину. До него в Испании это считалось крайне неприличным. Но понимаете в чем штука? Веласкесу очень сильно повезло в жизни. Он оказался придворным художником у короля Филиппа IV Гавсбурга, который сам был художником-любителем, скажем так, но при этом очень хорошо знал и любил живопись. И он понимал, что то, что делает Веласкес, это что-то потрясающее, это что-то невозможное. Такого второго художника в Европе не существует. И Филипп IV отпускал Веласкеса куда-то в творческие командировки с большим неудовольствием, но все-таки отпускал. И вот эту вещь Веласкес вообще пишет в Италии. И она попадает в Англию из Италии. А что делает Веласкес? Вот он пишет в этой манере Тициана шваброй, метлой. Понимаете? Он не пытается вам выписать глазки этого ангелочка. Он понимает, что достаточно просто правильного в нужном месте удара кистью и все получается. И ленточка, и вот эта ленточка, и крылышки. Как у Баха спрашивают. Как вы Бах так хорошо играете на органе? А Бах говорит, все очень просто. Надо просто вовремя нажимать нужные клавиши. То же самое у Веласкеса. Все очень просто. Нужно просто в нужном месте нанести нужную красочку нужным ударом в нужной кисти с нужной интенсивностью. Леди Барбара Палмер и герцогиня Кливленд. В девичестве она, кстати, Барбара Виллерс и она сестра второго герцога Бекингема, который был лучшим другом Чарльза Второго, английского короля, который вернулся на британский престол после реставрации, после Оливера Кромбеля, после всей этой кровавой революции, после того, как казнили папу, папу, я имею ввиду короля, папу, Чарльза Первого. Чарльза Первого. А, да, это Джон Райт, потому что еще будет Джеймс Райт. Я их немножко путаю, честно говоря. Вот Джон Райт один из первых местных британских хороших художников. Почему, собственно, он ее пишет? Она официальная фаворитка Чарльза Второго. Причем, надо сказать, что этот король он всю свою юность провел в изгнании, потому что после казни Чарльза Первого в 1649 году, это, собственно говоря, финал английской революции, королевская семья уезжает во Францию, он долго живет во Францию, потом он переезжает в Голландию, потом после смерти Оливера Кромвеля в Англии приходит к власти Уильям Кромвель, который оказался совершенно бездарным правителем, и генерал Монг понимает, что если он хочет спасти страну, наверное, в каждой стране есть такой момент, когда генерал должен понять, что он может спасти страну. Генерал Монг приглашает в Англию принца в изгнании, принца Оливерского Чарльза Второго, Чарльз Второй, второй, становится английским королем, Барбара Палмер, она же Барбара Виллерс, она все это время, все эти годы, она была его фавориткой, она была его официальной любовницей. Чарльз Второй при французском дворе провел часть своей жизни, и он понимал, что у Людовика Четырнадцатого есть официальная фаворитка, это уже нормально, то есть уже можно, уже как бы этот сезон открыт, и она достаточно долго, в течение чуть ли не двадцати лет, его официальная фаворитка, и надо отдать должное Чарльзу Второму, он был не только гениальным монархом, кстати, очень советую, есть очень коротенький британский сериал, который называется «Последний король», это потрясающе, просто как бы если будет время и желание, посмотрите. Так вот, Чарльз отбирал себе в официальные фаворитки исключительно умных женщин и женщин с чувством юмора. Вот я, честно говоря, не помню или Барбара, или Луиза Керуа и герцогиня Добинии, которая будет следующей, его фавориткой, вот кто-то из них очень удачно пошутил. Однажды кто-то из них едет в Лондоне, значит, в карете по Лондону, а англичане, добрые англичане, они сильно переживают, что король там во Франции набрался всех вот этих католических моментов, а в Англии, вы же знаете, протестантизм, англиканство, и для них это важно в Англии, и важно, чтобы король был протестантом, и они переживают, как бы, уж не католичка ли Барбара или вот та вот Луиза Керуа, о которой я говорю, вот это кто-то из них, неважно. Так вот, они останавливают карету королевской фаворитки криками, причем отправляют, причем мужики хитрые, да, они женщин своих отправляют, они не сами, они отправляют лондонских торговок, которые окружают карету фаворитки и кричат католическая шлюха, карета останавливается, фаворитка короля выглядывает из окна и говорит, успокойтесь, добрые женщины, я не католическая, я такая же, как вы, протестантская шлюха. Ну, прекрасный портрет, согласитесь. Тоже английский художник, местный, местный художник, это уже 18 век, и что же здесь происходит? В 18 веке все совершенно очарованы всякими научными, естествоиспытательскими опытами. Здесь происходит вот такой вот опыт, вот здесь, там вот колба, вот вы ее видите, да, вот тут, там птичка, эту колбу закрывают, откачивают, вот тут такая специальная система, откачивают оттуда воздух, и все эти добрые англичане, все эти добрые люди, они, им всем интересно, как птичка вообще выживет? Как оно там вообще в вакууме-то? Причем, что интересно, посмотрите, что творит Райт, здесь есть люди, которым, ну, реально интересно, которым реально любопытно, а есть вот девочка с мамой, которые переживают за этой птичкой. То есть, понимаете, вот такое ощущение, что именно вот эту вещь однажды увидел Булгаков. И потом, когда он описывал Воланда, который сидит на сцене театра в Ариете и смотрит на публику, вот он, помните, вот эти слова, которые он говорит, что люди как люди, иногда и доброта стучится в их сердца. Такое ощущение, что Булгаков, по всей видимости, видел эту вещь и вспоминал вот эту вот парочку, которая здесь, и в чьи сердца постучала доброта, которым этот опыт неинтересен. Отпустите, сволочи, птичку. Но такое в искусстве тоже было. Ну, а это потрясающий Томас Гейнсборо. Гейнсборо больше, конечно же, в галерее Тейт, до которой мы с вами скоро дойдем, но здесь, в национальной галереи, висит этот портрет мисс Сары Сидданс. Сара Сидданс у нас звезда английской сцены. Дело в том, что Чарльз Второй, которого мы с вами недавно вспоминали, и говоря о его протестантской шлюхе, он позволил женщинам играть в театре. То есть, до второй половины 17 века все мужские, все женские роли, извините, в театре исполняли мужчины. Чарльз Второй открыл сцену для женщин. И они, конечно же, стали на ней блистать. И вот Сара Сидданс одна из них. Гейнсборо писал портреты быстро. Тот художник, которому было достаточно несколько сеансов по 15 минут, и портрет готов. Это все знали, этим все пользовались. Гейнсборо вообще, кстати говоря, был очень компанийским человеком, у него было все в порядке, скажем так, с общением с людьми, у него была куча друзей, его обожала королевская семья, и королевская семья просто боготворила его. Если бы не вот эти вот традиции, когда кабинет министров, которые приходят к власти, он назначает абсолютно всех, даже президента Академии художеств, поэтому президент Академии художеств Рейнс, если бы не вот это, это был бы Гейнсборо, потому что они обожают, когда он их пишет, но тем не менее он не занимал предварение никаких должностей, но он дружил знаете с кем? Он дружил с человеком, который придумал вот такой бизнес, он скупал библиотеки, и потом на аукционе эти библиотеки продавал. Потом он понял, что таким же собственно образом можно скупать и музейные собрания, картины, и тоже продавать их с аукциона. Звали его Джеймс Кристи, и собственно говоря, он отец аукционного дома Кристи, который существует до сих пор, и Гейнсборо отличался тем, что рядом был прекрасный кабак, где Гейнсборо любил выпить пиво. А, сейчас тоже про это расскажу. Он любил выпить, вот он иногда прям с кружечкой пива приходил на эти аукционы, и когда уже молоток как бы заносился, там, библиотека мистера Джонсона, там, 15 томов, 20 фунтов, два, Гейнсборо говорил, 30 фунтов. Ну, как бы, и все начиналось сначала. То есть, как бы, и мало того, надо отдать должное Кристе, он ему выплачивал комиссию. Да, Гейнсборо любил, Гейнсборо любил выпить. У него, у него был любимый спаниель дома, как бы, его личный спаниель, а у его жены была какая-то другая собака, там, какая-то болонка была, короче говоря. И Гейнсборо после вот частых попоек с друзьями, там, на рогах мог прийти поздно вечером о той ночью домой, когда дома уже все спали, на следующий день жена с ним не разговаривала. Что делал Гейнсборо? Его спаниель писал записку баллонки его жены. Сударыня, не могли бы вы замолвить словечко за моего хозяина, который очень страдает от размолвки наших с вами хозяев. На что, значит, баллонка миссис Гейнсборо отвечала спаниелью. Мистера Гейнсборо, передайте, пожалуйста, дорогой друг вашему хозяину, что не пошел бы он. Но, тем не менее, все равно там как-то налаживали свои отношения. А здесь, когда он пишет Сару Сидонс, Сара Сидонс, опять же, спасибо ей большое за ее дневники, она в своих дневниках пишет позировала Гейнсборо. Гейнсборо писал меня минут 15, потом 20, потом 30, это для него необычно, он пишет быстрее, отпускает меня, и я понимаю, что там за холстом что-то происходит, он кряхтит, он недоволен, он почесывается, он отходит от холста, подходит к холсту. Я говорю ему, дорогой Томас, что там? На что Гейнсборо ей говорит, послушайте, да пошел бы к черту этот ваш бесконечный нос, я его пишу, а он не кончается. Ну да, у барышни достаточно длинный нос, но он писал ее часто, он ее любил, как актрису, безусловно. А это его же, если не ошибаюсь, семейство Эндрюсов. И я вам, собственно говоря, показываю эту вещь, вот почему. Гейнсборо всю свою жизнь был вынужден писать портреты. Вы наверняка все знаете портрет дамы в голубом, его работы, который считается портретом герцогини Бетфорд. Наверняка вы знаете портрет юноши тоже в голубом атласе, который на самом деле Бенджамин Баттл, но он висит в Вашингтоне. Это все он же. Не показываю, потому что это не националка. А вот эту вещь показываю, потому что всю свою жизнь Гейнсборо хотел писать пейзажи. Потому что вот он любил все вот это. Всю вот эту природу, всю эту травку, все эти распаханные поля, все эти деревья, но он был вынужден писать портреты, потому что за портреты платили хорошо. Тем более ему. А с пейзажем у него на самом деле все хорошо, и его многие его работы стоит смотреть, прежде всего, потому как он прописывает вот этот вот пейзаж за фигурой. Он все время пытается всех поставить на лоно природы, потому что он все это очень сильно любит. А вот это у нас Томас Лоуренс, раз уж мы пошли по портретистам. Причем это такое, вот знаете, юное дарование. Вот портрет, который вы видите, это королева Шарлотта Мекленбург-Стерлицкая, жена Георга III, того самого Георга, который сошел с ума, как принято считать, потому что Англия потеряла колонии. Он это так сильно переживал, что как бы случился отвал башки, хотя, ну, на самом деле, скорее всего, это было на генетическом уровне, но таково было здоровье этого монарха. Ну, наверное, Америка, когда бы внесла свой вклад в это во все, это его жена, женщина, которая все это переносила и которая принесла ему 10 детей при этом. И вот ее пишет это юное одарование, которому 21 год. И этот художник вот так работает. И это, на мой взгляд, это его лучшая вещь. Вот представьте себе, он прожил достаточно большую жизнь, там, больше 50 лет, по тем временам достаточно большую. Вот это он пишет в 21 год. Это невероятно. То есть, здесь каждый сантиметр этой картины его надо рассматривать. Вот это вот мишуру на платье, вот это черное кружево, которое вот там вот у нее на плечах под вот этой вот кисеей, которая прямо на шее, ее волосы, ее украшения. Это невероятная живопись и невероятная техника. То, что творит Лоуренс в портрете, как бы это, ну, совершенно невиданные вещи по тем временам. Другого такого художника в Европе в это время нету. И портреты его работы потом хотят все. Надо сказать, что уже, будучи достаточно взрослым, дядей, большим художником уже после наполеоновских войн, он в Риме пишет портрет Папы Пия VII. Это уже десятые годы XIX века. И в это же время в Риме находятся пансионеры Петербургской Академии Художеств. И среди них Сильвестр Щедрин, который будет очень неплохим пейзажистом. Щедрин пишет в одном из своих писем на родину. Он пишет, что здесь, в Риме, сейчас Лоуренс, Томас Лоуренс. Репутация у него как у Колизея. Точка. То есть после этого ничего объяснять не надо. Потому что репутация Колизея нам всем понятна. Что такое Колизей? С латыни колоссальный. То есть вот такой же колоссальный был Томас Лоуренс. Что случилось с этим портретом? Когда он его закончил, королева Шарлотта сказала, а вот мне не нравится, потому что я здесь какая-то старая, какая-то одутловатая, какая-то совершенно непонятная и еще мне не нравится сценография, потому что там за окном там осень. На что намекает художник? Что я уже не молода? Что я вступила уже в тот возраст, когда осень, спасибо, что не зима. Мало того, она в это время находится в тяжбе со своим собственным сыном принцем Моэльским будущим Георгом IV за регенство над собственным мужем и отцом Георга IV, потому что король периодически впадает в маразм, поэтому королева решила стать регеншей. Но у нее ничего не получилось, все равно регентом стал принц, но при этом она все равно настаивала на том, кто главный в доме. А тут Лоуренс пишет ее вот такой. И вы знаете, у меня есть такое ощущение, что она его сломала. Я имею в виду Лоуренса, потому что после этого портрета он начинает писать совершенно блестящие вещи, как вот это. Это один из поздних стюртов, причем он близкий друг Георга IV, того самого принца регента, который потом станет британским королем после своего отца. И благодаря именно этому персонажу Томасу Лоуренс был представлен Георгу IV, портрет блестящий, портрет прекрасный, чудесная живопись, чудесный молодой человек, все хорошо, все хорошо, а что-то не хватает. Не хватает души, не хватает жизни, не хватает живописи, не хватает этого. Это все было в портрете королевы. Но королева Лоуренса сломала. И Лоуренс после этого делает просто блистательные вещи, как вот этот портрет. А, кстати, Георгу IV надо сегодня нам всем сказать спасибо, потому что именно в его царствовании была открыта национальная галерея, которую мы с вами сегодня все смотрим. А это Джон Констебл. Это художник, который, как и британский художник, который, как и Гейнсборо, обожал пейзажи и сосредоточился на пейзажах. Несмотря на то, что в начале его карьеры за пейзажи платили как бы не особенно. Потом стали платить хорошо. И это одна из самых известных его вещ. Это собор в Солсбери. Он называется Солсберийский собор слугов после дождя. Радуга нам с вами говорит о том, что такие действительно после дождя. и пейзажная живопись Констебла оказала неизгладимое впечатление и влияние на всю пейзажную живопись XIX века, а особенно на французских барбизонцев и французских импрессионистов. Как же без них родимых? Клод Моне. Когда включаешь кого-то из импрессионистов, хочется выдохнуть, потому что импрессионисты это про воздух. Клод Моне это про воздух. Один из тех удивительных потрясающих художников, которым было вообще наплевать, кто что подумает и скажет о том, что он делает, что он пишет, как он это себе представляет. Для него живопись имела самое большое значение в жизни, все остальное не важно. Даже когда была первая выставка импрессионистов, которая проходила в Париже начиная с 15 апреля 1874 года, на бульваре Капуцинок 35, то там всю эту выставку готовили два человека. Камиль Писаро, тоже импрессионист, которому, кстати, было не наплевать на Реноме, который очень серьезно к этому относился, и брат Агюста Ренуара, который вообще занимался тем, что развешивал картины, у всех художников спрашивал, что как называется, скажите, пожалуйста, я должен просто красиво подписать. Все давали какие-то более-менее нетривиальные названия. И только у Клода Мане. Рассвет в деревне, закат в деревне, выход из деревни, вход в деревне, Руанский собор утром, Руанский собор днем, Руанский собор В конце концов, у Эдмона Ренуара съезжает с катушек и говорит, ну дай мне какое-нибудь нормальное, интересное название для твоего рассвета в Гаври, потому что это рассвет в Гаври, закат в Гаври. Клодмана говорит, ну напиши впечатление, рассвет в Гаври. Ну взяли и написали. А на выставку пришел Луи Леруа, корреспондент журнала Лешеревари, который после этой выставки как бы написал в своем журнале Фильетон, в котором было написано, в котором описывалось, как двое друзей пришли на выставку импрессионистов, начали ее рассматривать, один из них снимает очки и начинает протирать. Другой говорит, что ты делаешь? а у меня же очки грязи заляпаны. Говорит, нет, это не очки грязи заляпаны. Это Писсароном тут написал «Распаханное поле». Это там, на картине грязь. А это что здесь у нас? А это у нас здесь впечатление от рассвета в Гавре. Ну давай посмотрим, как он нас тут впечатлил. Ох и впечатлил же он нас. И собственно говоря, все зацепились за вот это слово впечатление. А ведь импрессионисты-то, они перед этим создали свое общество и как они его назвали? Они же ему дали серьезное название. Они ему дали название «Свободное общество живописцев, скульпторов, гравюров, там и чего-то там, свободных алкоголиков, короче говоря. То есть, все очень было серьезно. И тут вдруг после этой выставки их называют впечатляльщиками, импрессионистами. Все расстроились, все обиделись, кроме плода монет. Ну, импрессионисты-то импрессионисты. Ну и ренуар. В национальной галерее есть ренуар. Я вам честно признаюсь, я ренуара не очень люблю. Сколько я в своей жизни видел ренуара, там буквально единицы его работ мне нравятся, такие как портрет Жанны Самари, например, который висит сейчас в Эрмитаже. Я считаю, что это идеальное оформление для коробки дорогого шоколада. Но, опять же, это проблема не ренуара, это проблема моя. Я когда-нибудь рано или поздно вгляжусь, рассмотрю живопись ренуара. Здесь у нас зонтики, здесь у нас дождь, здесь вы видите, что вот этот вот молодой человек пытается познакомиться с вот этой вот девушкой, вокруг как бы куча людей. Когда эта вещь попадает в Англию, она в Англию попадает в 1900, то ли 12-м, то ли 19-м году. То есть ренуар уже совсем такой, знаете, пожилой дедушка. Причем так интересно, с импрессионистами случилось ровно то, о чем говорил Черчилль, который написал, что если в юности ты не бунтарь, ты подлец, если в зрелые годы ты не консерватор, ты идиот. Вот ренуар сделал вот ровно, как написал Черчилль. Он в молодости был бунтарем, импрессионистом, вот со всеми вытекающими. А потом, когда к импрессионистам пригляделись, когда их уже стали покупать, когда кто-нибудь из клиентов говорил, что, ну вы знаете, можно все-таки чуть-чуть как бы сгладить. Это конечно сгладим, говорил ренуар, и начинал гладить. Короче говоря, парень к концу жизни был дважды кавалером Ордена Почетного Легиона. То есть он стал таким хорошим французским буржуа. И вот когда в Лондоне оказывается эта вещь, этой картине устраивают овацию. Потому что, ну импрессионисты это уже, это уже бренд, понимаете, это уже, это уже Луи Витон. Это Мадемуазель Лулу. Это Эдгар Дегава. Это тоже один из тех самых импрессионистов, который принимали участие, который принимал участие в этом движении, был участником практически всех импрессионистических выставок. Кстати говоря, среди импрессионистов были не только мужчины, среди них были женщины, одна из них Берта Моризоа, которой тоже есть лекция на нашем канале. А здесь Мадам Лулу под куполом цирка Меркурий в Париже. Для Дега балерины, для Дега артисты цирка и лошади это самые любимые темы творчества. Ну и так, прям скажем, дядю Ваню никто так никогда не ставил. В таком ракурсе, вот на трапециях под куполом цирка, да еще женщина, да еще это для нас с вами сейчас в этом нет ничего особенного. Ну как бы и шорты, и шорты. Господи, что боже мой. А в конце девятнадцатого века вы понимаете, что это? Это порнография. Это нет, это не порнография, это на грани. Но именно вот это вот на грани делает искусство искусственным. Вещь очень красивая, хотя, я честно говоря, у Дега больше люблю его лошадей и балерин. А вот это вот знаменитые подсолнухи Ван Гога. И надо сказать, что подсолнухов у Ван Гога, если вы думаете, что только одни и все, то нет. У него их аж девять штук. и это одни из девяти подсолнухов Ван Гога, которые вот есть в национальной галерее в Лондоне. Причем он эти подсолнухи пишет в тот период, когда он работает вместе с Гогеном. Очень драматический, кстати говоря, период, когда он пытается в Гогена стрелять. Был такой момент. Но дело в том, что Гоген тоже был не подарок. Я, с одной стороны, я Ван Гога понимаю. Я бы, наверное, тоже в Гогена стрелял бы в какой-то момент. Ну и мы с вами переезжаем сейчас в галерею Тейт. Мы с вами сейчас переезжаем чуть южнее по Темзе, а, впрочем, как бы не обязательно. Мы можем проехаться по улице Уайт-Холл, и чуть-чуть как бы за парламент мы с вами попадаем в это здание, где собрано исключительно британское искусство. Исключительно английское искусство. И вообще Генри Тейт он английский предприниматель, которому вы знаете, чем обязаны? Все знают сахар рафинад? Вот сахар кубиками это придумал Генри Тейт. До него это были вот такие так называемые головы, которые надо было кромсать, чесывать, то есть ну как бы целое дело. А Генри Тейт додумался просто это фасовать вот такими вот кубиками в коробочках и, собственно говоря, он на этом сделал состояние. То есть кто он? Правильно, он дизайнер. И этот гениальный понял, что он заработал очень много денег. Он решил собирать английскую живопись. И эта галерея открывается за три года до начала 20 века. То есть 1897 год. И, конечно же, большое английское искусство, настоящее английское искусство, серьезное, которое все хотят, которое все любят, начинается с Уильяма Хогарта, который вот изобразил здесь сам себя на этом автопортрете. Совершенно блистательная вещь, которую надо внимательно рассматривать, потому что видите, там внизу три книжечки. Там знаете кто? Там Шекспир, там Джон Дон, и там Мильтон. Мильтон автор «Потерянного рая». То есть Хогарт как бы нам говорит, что он образованный человек. Его интеллект, его вкусы, они зиждятся на вот этих вещах. А вот это вот его лучший друг, кого он больше всего любил, по всей видимости, в этот период своей жизни. И собаку этот зовут... Хорошо, что вы сидите. Эту собаку зовут Трамп. Уильям Хогарт был большой шутник. Он написал этих людей, написал вот так вот, как бы вот такой вот общий портрет. И этот портрет висел у него дома, прямо при входе, в прихожей. То есть заходит к нему человек, дверь открывается, он заходит, он видит сразу вот этот вот портрет. Кто это? Это его слуги. То есть Хогарт хотел, чтобы всякий к нему входящий человек, встречая вот этого человека, понимал, что это никто попал. Он изображен на картине. А попробуйте-ка добейтесь того, чтобы сам Уильям Хогарт изобразил вас на портрете. Да, это его слуга, но при этом вот его портрет. То есть таким образом Хогарт добился уважения к своим слугам и многие его друзья как бы пишут о том, что не раз слышали, как к его горничным, к его лакеям люди, которые приходили к нему в дом, обращались сэр, мэм. Хогарт, по всей видимости, получал от этого огромное удовольствие. Это портрет работы Джошуа Рейнольдса, которого мы с вами уже сегодня вспоминали. Он президент Британской Академии художеств. Вообще, как он считал, художник номер раз в Англии во второй половине 18 века. Я, честно говоря, не очень помню фамилии этих двух господ, которых он тут здесь пишет. Они еще очень молоды, они потом дослужатся. Один будет, чуть ли сказал, конгрессменом, депутатом парламента, другой сделает военную карьеру. здесь они всего лишь навсего на охоте. Они оба из очень приличных семей. Но я вам показываю этот портрет прежде всего вот для чего. Этот портрет сыграл роль в становлении художников, которых все сегодня знают как прерафаэлитов. И мы с вами на них сегодня тоже будем смотреть, потому что вот эти вот вычурные позы, вот эта экспрессия, которая здесь есть, цветовая гамма, которая здесь есть, которую Рейнольдс немножко копирует у художников итальянского квадраченто. Это все очень нравится прерафаэлитам, которые будут скоро царствовать в Англии, которые, кстати, висят в тейпе. А это тоже Джошуа Рейнольдс, который развлекался вот чем. Не он развлекался, а его клиенты. Понимаете, пшенка, стайл, это не изобретение Украины, безусловно. Это бывало и раньше, когда счастливые и богатые родители юного отпрыска говорят художнику, что а напиши-ка нашего ребенка в костюме, в котором Ганс Гальбейн писал Генриха Восьмого. И напиши нам его, как Генриха Восьмого. На что Рейнольдс наверняка говорил, что послушайте, Генрих Восьмой укокошил двоих из шестерых своих жен. Вы не боитесь вообще? Не-не-не, пусть укокошит, лишь бы красиво все было. И вот ребенка пишет в реальном костюме Генриха Восьмого, который списан с портретов Грабейна. Ну, в окружении собачек, естественно. Миленько, миленько, что для ребенка любимого не сделаешь, да? А вот при этом он пишет и вот такие детские портреты, это его племянница, как принято считать. Вещь эта называется эпоха невинности. Вот так, как Рейнольдс пишет детей, наверное, мало кто писал, потому что он до такой степени вот как бы чувствует, как это все должно быть для того, чтобы взрослые пускали слезу. Здесь как бы детей не любить просто нельзя. У Рейнольдса они именно вот такие. И слава Богу, что он не пишет нам Христа младенца, которого потом растут обязательно, а пишет нам нормальных детей. Кстати, что интересно, вот эта девочка потом, естественно, выйдет замуж. И как причудливо тасуется колода. И ныне покойная принцесса Диана, принцесса Уэльская, и нынешняя английская королева Камилла, вторая жена принца Чарльза, они оба ее потомки. Обе ее потомки. А это дети Томаса Гейнсбора, который нам с вами писал миссис Сау Сидонс, которую мы видели в Национальной галерее, у которого тоже были две дочери, в которых он души не чаял, он их достаточно часто писал, любил их до такой степени, что в результате от отцовской любви не дал им, в конце концов, по-человечески выйти замуж. Поэтому одно и неудачный брак, а второе осталось просто сиделкой при папе, потому что папа был эгоистом. Это Генри Фюзли, который на самом деле художник англо-швейцарского происхождения. И он такой очень своеобразный художник. Вы понимаете, начало 19 века, но английские художники творят удивительные вещи. Будучи не бог весь какими мастерами в живописи, они вдруг начинают прокладывать дорогу символизму, который вообще пришел в искусство и в живопись в самом конце 19 века. И в это время для художников впечатлением как бы и главным вдохновением являются во многом пьесы Шекспира. А у Фюзли ко всему прочему еще и эпосы германских народов. Я в данном случае имею в виду безусловно Тристана и Изольду, я имею в виду песни о Нибелунгах и вообще вся вот эта медиавистика, все эти романы Кретьена де Труа, Вольфрам фон Эшенбах, вот он все на все вот эти сюжеты он пытается рисовать. Фюзли очень хорош в анатомии, он большой любитель прорисовать максимально точно женское тело, мужское тело, вообще он он очень, наверное, был бы интересен как иллюстратор, но он пишет при этом достаточно большие работы. В это же время работает Уильям Блейк, который, ну, ты знаете такой, это английский Леонардо, который инженер и философ и поэт и гравер и художник, и архитектор, и все. Уильям Блейк это удивительная как бы фигура в английском искусстве, я, честно говоря, уже года три как собираю там всякие разные материалы, хочу сделать о нем лекцию, но пока еще к этому не готов. Это мистик, это мистик, это визионер, это человек, который начитался Эммануэля Сведенборга и был как бы абсолютно этим всем наполнен, который боготворил Данте, его божественную комедию. И здесь он нам гравирует, это гравюра, здесь он нам с вами показывает Ньютона, как себе представляет Ньютона Уильям Блейк. Здесь это не имеет никакого отношения к реальному сырой Сааку, Ньютону. Это скорее Ньютон как архетип, это скорее Ньютон как образ абсолютного и законченного ученого и материалиста. И вот смотрите, свиток, на котором этот Ньютон вот там чертит вот этим циркулем, он как бы стекает из его головы. При этом своей голой заднице он сидит на природе, которую, казалось бы, возьми, да поизучай, потому что в ней все, вот поковыряйся в ней, ты все найдешь. Нет, он там что-то себе чертит на вот том вот свитке. То есть Блейк это очень интересно, поэтому если будет время и желание, просто возьмите и в гугле, наберите Уильям Блейк и посмотрите, вы будете очарованы. Он знаете, кого напоминает? Он очень напоминает, чуть было не сказал нашего, Чурлёниса. Что-то вот у них общее есть. А это удивительный Уильям Тёрнер. Когда ты в какой-то момент вдруг понимаешь, что у импрессионистов был реальный предтеча, причём в Англии, причём за много лет до них, который пытался передать всё вот это, и воздух, и состояние, и влажность, и погоду, это замок утром. Замок по всей видимости вот там где-то в тумане. Тут пасутся какие-то коровки на лугу. И совершенно необыкновенная его работа, которая, если не ошибаюсь, называется пар, воздух, вода, дождь и скорость. То есть здесь мост Waterloo, по мосту едет поезд, идёт дождь, поезд выпускает пар, как бы влага стоит в воздухе, вот это интересует Тёрнера. Середина, девятнадцатая, даже нет, на середину, это первая половина девятнадцатого века, Тёрнера интересует состояние погоды. Понимаете, что он делает? Он не пытается дать публике красивое, а это ещё та эпоха, когда публика, которая смотрит на живопись, она воспринимает живопись как десерт, как наслаждение, как то, чем можно порадовать глаз. А Тёрнер вообще этим не заморачивается. У него перед ним стоит совершенно формальная задача, которую он хочет решить сам для себя как художника. И вообще совершенно не интересует, что вы об этом думаете. Может быть, именно за это его очень любил Уистлер. А это у нас начинается при Рафаэлите. Про что это кино? Все же помним, да, этого великого теоретика, который сказал, быть или не быть. Вот в чём вопрос. Достойно ли нам смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивлением в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними, умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная, говорит предсгамлет, и потом рассуждает о том, что зачем как бы тяготиться этой юдолью жизненной, этими вечными испытаниями, этой сансарой, извините меня за буддизм, когда так просто как бы кинжал решает все вопросы. Но потом он сам приходит к выводу о том, что неизвестность за той чертой, она же ведь пугает больше, чем известность, понимание того, что происходит здесь. Поэтому так всех нас в трусов превращает мысль и вянет, как цветок, решимость наша. И в конце он говорит о феле, о радость, помяни грехи мои в своих молитвах, нимфа. А офелия у нас практик. Офелия, когда любимый человек убивает отца ее, она, как нормальная дочь, с горя сходит с ума и принимает решение покончить жизнью. Наверное, не зная о тех рассуждениях про самоубийство, которые до этого изрекал ее возлюбленный. Что она делает? Она ложится в ручей, в ручей ее несет как бы по воде, она поет гимны, тело все больше, погружается в воду, а фелия погибает. Смерть офелии нам пишет Джон Эверетт Миле, один из трех первых великих прерафаэлитов. Прерафаэлиты, вообще, вы знаете, это такая, это особенная тема, их было несколько креаций. То есть, сначала были три первых приоритетов. Ну, их на самом деле было не три, а шесть, но самые известные первые три это вот Джон Эверетт Миле, это Уильям Холман Хант, и это Данте Габриэль Рассетти, которого мы тоже с вами сегодня, всех их будем сегодня с вами видеть, так, по чуть-чуть. Они произвели такое впечатление как бы на своих современников, что когда уже они поняли, что ну все, их братство прерафаэлитов распадается, да, они все время создали манифест, они следовали этому манифесту, они манифестировали свое искусство как бы на выставках, но в результате им это надоело, они разошлись как в море корабли. Но пришла вторая креация прерафаэлитов, третья, четвертая, их было много, потому что ну они накрыли с собой, скажем так, очень многих. Хотя на мой взгляд, на мой взгляд, как бы сейчас я вам буду пытаться это транслировать, это просто книжная иллюстрация, возведенная в размер большого и очень хорошо сделанная. Меня когда-то попросили сделать большую лекцию про прерафаэлитов, я очень долго ими серьезно занимался и понял простую вещь. Три часа этих картинок и меня начинает мутить, то есть я понимаю, что мне плохо, мне хочется проблеваться, поэтому надо остановиться и сделать какой-то перерыв. Поэтому это все по всей видимости очень индивидуальные вещи, а здесь важно вот что. Британские ботаники говорят, что ботанику юга Англии можно изучать по вот этим растениям, которые здесь изобразил Меле. Ну и девушка, которая ему позировала, это как раз та эпоха, и, наверное, благодаря прерафаэлитам, их модели, женщины, из которых они все это пишут, они становятся такими же известными людьми, как сами художники. И мы с вами уже знаем, как ее зовут. Это Элизабет Сибл. И она тоже станет художницей. Так получилось, что многие женщины, с которыми они работали, с которых они писали свои картины, они в результате становились поэтессами, художницами. Они каким-то непонятным образом влияли на этих женщин, что они как бы начинали заниматься всем вот этим какими-то великими и потрясающими искусствами и достигали, надо сказать, серьезных высот в этой области. Но здесь, когда леди, господи, мисс Элизабет позирует Миле, она лежит в ванной, дело зимой происходит. Она в ателье художника, где он ее пишет с натуры. Ванна, она, надо сказать, лампами там снизу подогревается, чтобы девушка как бы окончательно не замерзла. Но, тем не менее, она все равно умудрилась очень сильно простудиться. Ее отец пришел к жене Верету Миле с щитами от врачей, которые Джон Эверет Миле оплатил. Это тоже он же и это юность Христа, детство Христа, извините. Потому что что мы с вами здесь видим? Мы с вами здесь видим мастерскую Иосифа Плотника и как бы скандал состоял в том, что Джон Эверет Миле пишет здесь абсолютно всех персонажей. Ну, например, значит, Иосифа он пишет со своего отца. Марию он пишет со своей матери. Вот этих вот подмастерьев он тоже пишет вполне реальных людей. То есть тогда для религиозной живописи это было ненормально. Как это? Представьте, эта картина висит на выставке. Приходит семейство Миле. И все... Ну, как это? Ну, так нельзя же так, в конце концов. А и как бы при Рафаэлите уже вот это делают. И, конечно, это совершенно волшебная вещь. Я ее очень люблю. Здесь, если присмотреться, здесь у маленького Иисусика у него... Вот видите, папа взял его за ручку, открывает ее, а там стигматы. И вот как бы он смотрит там и ешь. А как же так? Где же ты так поцарапался? И тоже маму спрашивают. Ну, расскажи. Ну, ну... Конечно, он ничего не рассказал никому. И это так мило. И это так по-настоящему. И это так обыденно. И так жизненно. И красиво, что никогда никто так это не изображал. И, конечно же, это производило на людей впечатление. А вот это уже Данте Габриэль Рассетти. Почему он, собственно, говорят Данте? Ну, так получилось, ему дали такое имя. У него папа был итальянец. И вообще, надо сказать, что при Рафаэлитов их тоже, их вот и как и Фюсли, и Уильяма Блейко, их накрыло именно большой литературой. Тамы не черпают свое вдохновение. Конечно же, они черпают его в библейской истории, потому что Библия это тоже большая литература. Но для них абсолютно родные и Критьен Детруа, и Вольфрам фон Эшенбах, и Данте, и Петрарко, и Шекспир, и Бен Джонсон, и Кит Марло, Джон Донн, и Мильтон. Это все, это все их. И Шиллер, безусловно, и Гёте. Все это им интересно, они с этим очень много работают. А эта вещь называется естественно благовещение, потому что здесь что? Здесь Архангел Гавриил приходит к Деве Марии и говорит как бы возрадуйся Деву, потому что как бы отныне ты будешь матерью Господа нашего. А посмотрите, как на это реагирует Мария. Это первое благовещение, в которой как обычно было и в благовещении происходит. Допустим, у итальянца, у того же Боттичелли, как правило, Архангел Гавриил, он врывается в это помещение, где сидит Мадонна, и она такая слегка перепугана, я к вам, сударыня, с докладом. То есть там все это происходит очень быстро. У голландцев, у того же Мемлинга, у того же Яна Ван Эйка, там это все очень медленно, там это все на уровне какого-то именно этой медитации. И она со склоненной головой и как бы да, хорошо, я все поняла, договорились, да, буду рожать. А здесь она в шоке, она в ужасе. Она в ужасе от того, что ждет ее ребенка, что в принципе понятно, потому что он открывает ей правду и только так наверное должна реагировать настоящая мать. И я вам честно скажу, я не очень люблю Рассетти, и это наверное единственная вещь, которую я у него действительно люблю, потому что она просто хорошая. Это он же, это песнь, песня, песней Соломоновых. Это тоже иллюстрация на библейскую тему. И здесь интересно вот что, вот эта голова, это его любовница, жена его друга, тоже художника, художник был скорее даже дизайнером, он занимался тканями, он занимался книжной иллюстрацией, а вот она очень была близко Рассетти. И вот, это тот случай, когда художники не стесняются как бы рассказать о своей любви зрителю. И на картине про, на библейский сюжет присутствует женщина, которую многие знали, все знали, все говорили, это что, Джейн Моррис? Да, это Джейн Моррис, жена Джорджа Моррис, того самого. Так это же любовница Рассетти? Да, это любовница Рассетти. Прерафаэлиты первые, кто начинает понимать такую вещь, что публика такая интересная субстанция, что если ты им дашь настоящий большой скандал, то ты после этого уже и звезда тебя и покупать хорошо будут. Как-то так это получается, что сразу ты становишься известным, это тот самый Рассетти, а это же та же самая Джейн Моррис, а сколько стоит эта вещь? Ой, недорого, берем, как бы, потому что, ну, вы же понимаете, да? Это все имеет значение, потому что это, при всем при этом, да, что интересно, это же происходит в тот самый век, который мы с вами знаем как викторианство. Когда принц-консорт, муж королевы Виктории, он диктует британскому обществу, что самая важная вещь на свете респектабельность. Конечно, говорит британское общество, безусловно, и при этом покупает перерфейдинг. Это тот же Рассетти, это тоже одна из, это одна из его акварелей, кстати, это не живопись маслом, это акварель, это тоже одна из его пассий, честно говоря, не помню, какие звали, не в этом дело, но, опять же, что подтверждает правило, да, он работает исключительно с реальной натурой, реальными женщинами, с которых он делает звезд. А это уже Уильям Холман Хант. А Уильям Холман Хант, он художник, который пытается транслировать в мир все то, что связано с моралью и высокими отношениями, высокими чувствами, который пытается говорить о том, что человек должен вести праведный образ жизни, потому что это очень хорошо. Он рисует и пишет очень много на религиозные сюжеты, а здесь сюжет такой вот абсолютно морализаторский, как бы. Это куртизанка, это содержанка, скажем так, которая живет на содержании вот этого молодого человека, который вот там вот сидит у нее за спиной. Они, по всей видимости, играли на фортепиано. В это время, кстати, появляются вот эти вот пианино, потому что до этого это просто рояль, а в этот период появляется вот такое пианино, которое можно дома прислонить к стене, как бы, ну, такой инструмент очень удобный для небольших квартир, который становится очень модным и популярным в этот период. И вся обстановка в доме, она такая вот слегка ляповатая. Мы с вами, в принципе, понимаем, что, скорее всего, это съемное жилье. Это не ее жилье. Она здесь находится временно, пока она ему интересна. Перестанет быть интересной, появится кто-то другой. И вот эта девушка, вот видите, сзади там зеркало у нее за спиной. А в этом зеркале весна. И она вдруг, глядя на эту весну, на нее снисходит с Сатори. Она вдруг понимает, что она, что жизнь проходит мимо нее, что там весна, там птички, там солнышко, там все такое правильное, там все такое природное, естественное, а она здесь не природная, не естественная, за деньги отдается этому человеку. И эта вещь, как бы, так и называется угрозение совести. Это он же, это Уильям Холман Хант. Эта вещь называется, по-моему, отбившаяся овца, если не ошибаюсь. Да, это, конечно же, отсылка, это аллюзия и омаж к Евангелию, где речь идет о том, что для Бога имеет значение любая овца, которая отбилась от татары и куда-то потерялась, и он пойдет ее искать и потратит кучу сил, своих энергий на то, чтобы ее найти, потому что очень важно спасти эту овцу. Здесь вот про этих овец, но здесь, прежде всего, конечно, прекрасный британский пейзаж. И, по всей видимости, это юг Англии, по всей видимости, за этими холмами вот эти вот знаменитые белые, как зубы, скалы Дувра, и здесь Холман Хант пишет все вот эти вот вещи. Ну, это очень красивая вещь. Тут как бы, ну, ничего не скажешь. Красиво. Но, опять же, на мой взгляд, это просто гипертрофированная иллюстрация. Ну, со мной можете не соглашаться. Леди Шалотт. Леди Шалотт, это у нас тоже такая как бы история про магические времена, мифические времена, времена Гарри Поттера. Нет, не Гарри Поттера, Ластерина Колец. Эта барышня была заперта злыми волшебницами. В башне замка, где она должна была заниматься ткачеством, это был гобелин, которым она занималась, там было огромное окно. Пытка состояла в чем? Нельзя было в окно смотреть. Напротив окна висело зеркало, зеркало, и все, что происходит за окном, можно было смотреть только через зеркало. И вот она смотрела, конечно, в основном в зеркало, занималась этим ковром, больше ничем другим. Никуда больше ходить ей нельзя было. И в какой-то момент в этом зеркале она видела отражение прекрасного рыцаря на коне. Им был, конечно же, сэр Ланселут. Она в какой-то момент понимает, что она готова отдать абсолютно все за то, чтобы посмотреть на него как бы в реальности, как это все выглядит. Она отворачивается от окна, она видит его за окном, она выходит из башни, садится в лодку, стремится к нему, и пока вот она плывет, 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 пока она доплывет до берега, там она и умирает, потому что на таково на нее было наложено заклятие. О чем это кино? Да, о любви, конечно. О том, что как бы вот любовь до гробовой доски, как бы за любовь вообще можно абсолютно все, в том числе даже умереть. И это тоже у нас все где-то фаэлиты, и наконец-то мы с вами из них выходим. Фух, слава тебе, Господи. Обожаемый мной Уистлер. Уистлер свои вот эти вот женские портреты, как он только ни называл. Симфонии в белом, симфонии в розовом, симфония номер раз, симфония номер два, симфония номер три. Это очередная симфония в белом, симфония номер два, она находится в галерее Тейт. Очень сложно писать белое, очень сложно. Особенно, когда вот видите, она стоит на фоне камина, как бы вот этой вот каминной полки, которая тоже цвета вот такой вот славной кости. Мало того, у нее китайский, нет, извините, японский веер в руке, в котором тоже есть вот такой вот светлый, практически белый оттенок. У нее очень светлая кожа, потому что это эпоха, когда загар него еще не в моде. Загар вообще войдет в моду в 1909 году. То есть, до загара еще пройдет как бы целые полвека. А пока что, как бы мы носим исключительно белую кожу. И вот очень много вот такого вот светлого. И Уистлер, конечно, с этой гаммой справляется совершенно потрясающе. И это живописец из Бога, художник великий, который в свое время написал совершенно потрясающую вещь. Мои этюды хорошо покупают. По всей видимости, я плохой художник. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что не должно быть прекрасная живопись очевидна прямо для всех. Она для избранных. Как Станислав Ежелец сказал, когда его спросили, что кем может быть понятое искусство, Станислав Ежелец ответил, теми, кому оно адресовано. Вот Уистлер это знал еще до великого поляка, который, кстати, родился во Львове. Про Львовя нам будет приятно это услышать. Так, это у нас тоже галерея Тейт. Это у нас Генри Скотт Тук. И это Лазурный Август. Надо отдать должное Генри Тейту. Он открыл двери своей галереи художникам, которые обществом, ну, скажем так, не совсем принимались. Дело в том, что этот художник не скрывал гомосексуальной направленности своего творчества. У него абсолютно вся живопись построена на вот этих вот юношах, на этих эфебах, которые чаще всего обнаженные, но которые занимаются самыми безгрешными делами. То есть они купаются в море, там они залазят на лодку, вылазят из лодки, прыгают с лодки, там они плещутся на берегу моря, они загорают на пляже. Что бы он с ними не делал, он это делает с живописной точки зрения совершенно потрясающе. Это потрясающая, удивительная, реалистическая живопись. И его работ в галерее Тейт тоже достаточно. А это американец. Это Джон Сингер, Сингер Сарджент, который был большим другом импрессионистов. Импрессионисты считали, что он тоже, как и они, импрессионист, но Сарджент скромно с этим и соглашался, и не соглашался, но при этом он был большим другом Клода Моне, Дега, и очень часто бывал в гостях у них у всех. Дело в том, что ему очень сильно повезло в жизни. Сарджент вообще он сын родителей американцев, которые, когда он еще был совсем маленький, они уехали в Европу, и он вообще родился во Флоренции. Из Флоренции он потом переезжает в Париж, из Парижа в Лондон. Он все время курсирует по Европе, но большую часть времени, большую часть своей жизни, своего творчества он проводит в Англии, в Англии очень много работает, и работа занимается основным портретом. И это реальный портрет, это Эллен Терри, это английская актриса, которую он здесь изображает в роли леди Макбет. Мы уже понимаем, что король Дунган уже погиб, и леди Макбет становится королевой, потому что она здесь сама себя коронует. Здесь интересно то, что он нам с вами изображает реальное платье, в котором она выступала в этой роли, которое все было расшито крылышками. Я не помню, как называется это насекомое, но у этого насекомого очень жесткий панцирь, и он такой очень, во-первых, зеленый, переливающийся, совершенно необыкновенный, глазурованный весь. То есть, это очень красиво, и это все платье было расшито. Вот этими панцирями как бы в бесчетном количестве расшито это ее платье. Это его же работа, это дети его заказчиков, которые здесь занимаются японскими фонарями. Это вторая половина XIX века, когда Европа очарована Японией, когда в Японии в 1868 году случается революция Мэйдзи, Япония открывается миру, как бы хлынули японские гравюры, японское искусство, японские веера, японские ширмы в Европу. Это страшно модно, это страшно нравится, страшно интересно. И все эти японские китайские фонари, это тоже на пике популярности. И вот саржент в какой-то момент увидел, как это красиво вечером, когда дети зажигают фонари, когда уже сумерки, потому что видите, как интересно, он прям синюю траву пишет. И ты только когда ты понимаешь, что она синего цвета, но в целом это производит впечатление вот именно таких сумерек. Саржент, в отличие от Гейнсбора, работает медленно, поэтому вещь он начинает делать в июне, когда дети в таких легких ночных рубашках, в которых они сейчас зажгут эти фонари и пойдут спать. А заканчивает он ее в ноябре и настаивает на том, чтобы дети ему позировали. И родители вынуждены одевать детей в свитера, в какие-то теплые штаны, в рукавички. Сверху напяливаются опять-таки вот эти точные рубашки, и дети идут в сад и позируют сарженту. Но зато саржент сделал вот такую совершенно потрясающую вещь. Ну и мы с вами выходим из галереи Тейт, и сейчас, если мы с вами по Темзе как бы плыли на юг, то сейчас мы с вами плывем на север и чуть-чуть на восток и на южный берег Темзы, потому что вот там вот северный берег Темзы, и если вы сейчас находитесь рядом с собором Святого Павла, вот собор Святого Павла, работы Сара Кристофера Ренна, здесь раньше стоял другой собор, а в 2000 году был построен мост Миллениум, который вот прям оттуда, от собора Святого Павла идет через Темзу, то вот ровно на другой берег, и вы оказываетесь перед зданием высшей электростанции. Вот она, как выглядит сейчас. Вот это здание было пристроено уже в 2000-х годах, а в 2000-м году вот здесь, в здании этой бывшей электростанции была открыта галерея Тейт Модерн, галерея современного искусства. И здесь выставлено искусство, которое условно считается современным, потому что с 1900-го года, то есть Пикассо, Брак, Матис, Шагал, здесь все это есть. Но прежде всего эта галерея конечно же интересна нашими современниками, которые здесь делают свои инсталляции, здесь делают свои выставки. Я не сказал самое интересное, слушайте. Вход на постоянную экспозицию всех трех галерей, которые мы с вами сегодня смотрим, это Национальная галерея, это Тейт Бриттен, из которой мы с вами только что вышли. Вот, галерея Тейт Модерн бесплатный. Отдельные конкретные выставки, которые проводятся персонально в этих галереях, там, конечно же, надо платить. Но вообще, как бы, в эти музеи за вход ничего не берут. И с вами давайте зайдем сюда, в эту галерею, потому что она, в принципе, по большому счету, самое главное здесь здание, это вот этот вот зал огромный, который назывался раньше, если я не ошибаюсь, турбинным залом. Все главные как бы события, все проходят, в общем-то, здесь, вот как раз на вот этой галерее, на вот этом вот балконе. Эта вещь называется набережная. Эта инсталляция была сделана вот в турбинном зале, если не ошибаюсь, это 2002 или 2003 год, то есть, одна из самых ранних. Здесь это все собрано из вот таких вот, ну, условно говоря, как бы коробочек, да, это не коробочки, конечно, это сделано из каких-то полимеров, но вы понимаете, до какой степени это волшебное зрелище, когда люди попадают в это пространство, а вокруг вот это вот. Как можно трактовать название набережная в данном случае? Не знаю. Я не знаю. У меня это не ассоциируется с набережной. То есть, наверное, если я бы туда попал, то мне бы казалось бы, что я нахожусь внутри там какого-то гигантского, гигантского макета, какого-то мегалитического города. Ну, возможно, у этого города есть набережная. Ну, конечно же, это очень красиво. здесь же проводилась вот выставка, когда художник на полу этого зала, он создал вот такую вот трещину. То есть, да, это тоже произведение искусства, безусловно. И то, как человек относится к этой трещине. Люди приходили, смотрели, она, эта трещина, где-то, в каких-то местах она была совсем не глубокая, там, какие-то сантиметры. В каких-то местах она была глубокая до такой степени, что там в темноте вообще терялось понимание, насколько глубоко вообще там копали. Собственно говоря, насколько глубоко треснуло. Везде стояли таблички по поводу детей, что, пожалуйста, будьте осторожны. И все равно, несмотря на это, не детей, так животных. Там кто-нибудь пришел там с малюпусенькой там Чихуахуа, да, она проводилась там в эту трещину, ее оттуда доставали. Короче говоря, конечно, галерея, она терпелась с этой работой страшно. Но при этом она, конечно же, вызвала ажиотаж этой вещи. Не спрашивайте меня, про что это. Современное искусство это не то искусство, о котором можно говорить, о чем это кино. То есть здесь как бы, ну, я попытаюсь там какие-то вещи вам рассказывать, если позволите, но в данном случае вот промолчу, потому что трещина. Мне кажется, здесь очевидно все. Вы же наверняка все уже догадались, о чем это. Это мой любимый Аллафур Элиасон. Это прекрасный художник датско-норвежского происхождения. Это его проект, который называется «Погода». Что сделал Элиасон? Вы же помните этот зал, да? Мы с вами, я специально вам его показал в самом начале, когда мы вошли в галерею Тейт. Вот это вот наверху, вот это, здесь висит гигантское зеркало, в котором все это отражается. Элиасон повесил только половинку вот этого солнца на самом-то деле. Другая половинка, она, естественно, отразилась в зеркале по законам физики. В этом зале была создана совершенно особенная влажность, которая давала именно вот такой вот свет и такие ощущения. Люди приходили сюда, и оставались здесь на целый, ну, целый день человек проводил здесь, просто лёжа на полу. Вот, кстати, их видно, эти люди, вон они, все отражаются из зеркалей. Многие из них просто лежат на полу и втыкают в этот потолок, потому что это потрясающе красиво. Это просто невероятно. Ну, вот такой вот художественный проект. Это 2009 год. Остались, конечно же, только фотографии, и такие проекты их разбирают, то есть они не остаются навсегда. Это как мандала в Тибете, да, когда она создается из песочка, потом Далай-Лама провёл обряд, потом взяли метёлочки, всё, нету, сделаем на следующий год. То есть это можно воспроизвести, конечно же, но сейчас этой экспозиции уже не существует. А это мой любимый китайский художник, это Ай Вэй Вэй. Это 2011 год, и эта вещь называется очень изысканно. Семена подсолнечника. Ай Вэй Вэй родился в Китае. Он родился в Китае в эпоху Мао Цзэдуна. Мао Цзэдун любил говорить, что он и коммунистическая партия Китая это солнце, а китайцы это семечки, которые возревают в подсолнухах. И все эти подсолнухи обращены к солнцу, а солнце повторяют а у нас Мао и партия. Вот в этом все он провел свое детство Ай Вэй Вэй и в его детстве семечки подсолнечника это было главное лакомство, другого не было. То есть ни тебе конфет, ни тебе пирожных, ни тебе мороженого, семечки. Надо отдать должное китайцам. Они их и в соль, и в сахаре, что они только с ними не делают. Но это были только семечки. Здесь этих семечек сто миллионов. Вот тут, где вы видите, как бы это полностью пол турбинного зала заполнен этими семечками. Вот где-то десять сантиметров толщиной вот этот ковер. Вот как это выглядит вблизи. А теперь хорошо, что вы сидите. Ай Вэй Вэй говорит нам этой работой, что несмотря на то, что все люди так похожи, каждый из нас индивидуальность. Боже, я сейчас делаю страшную вещь, нельзя объяснять современное искусство. Каждый из нас индивидуальность. И каким же образом нам это говорит Ай Вэй Вэй, хотя все семечки похожи. Хорошо, что вы сидите. Каждая семечка сделана вручную из фарфора и вручную расписана. Две недели работала одна китайская семья. Шучу. Сто миллионов семян, созданных из фарфора вручную и вручную расписанных. Ну, а я вам хочу еще посоветовать еще одного хорошего китайского художника Цай Гатяна, который из пороха делает живопись в небе. В Нью-Йорке он стрелял с баржи как бы в небо, в результате получились охапки гвоздик. Ну, вот Ай Вэй Вэй и Цай Гатян это два моих любимых китайских художника. И вот этой вот удивительной совершенно фантастической работой я хочу сегодня закончить с Лондоном и согласитесь, что туда стоит ехать. Спасибо. 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 Спасибо.